Так же самая песня-то просто была, я писал для Сашки. Но все это мгновенно перепелось и пошло в эфир. Почему перепел? Сашу разрешили? Нет. А как? А он меня никто не спрашивал, в то время, как сейчас закон-то особо не действует, об авторском праве. Но откуда вы играете? Ну, фонограммы остались в рекорде, и потом, если человек не глупый, он возьмет любую фонограмму, купит в киоске, и сделает тот же самый, тот же самый минус, остается только спеть вокалисту новому еще. То есть вот песни для Саши писали там еще, будучи в мае? Да. Не записывал, а писал. Многие из них я предлагал в то время Юркин, но почему-то он отказался. Хотя потом они перепели. А где же они висали, если не было, он по руках, с полеграммировали? Ну, в студии в рекорде оставались минусами этих песен. Осталось только наложить голос, и все. А что текст? Покупил, пожалуйста, плюс, опять-таки. А, то есть уже вышла тогда песняка? Ну, как она вышла? В то время ничего официального с него ходила. В то время просто пикерска распространялась, и все. Купил, пожалуйста, текст послушал, да все спел. Ну, я в данный момент, я здесь не жалею о том, что Юрка перепелся этим. Тогда? А тогда я бесновывался очень сильно. Ругались? Нет, не ругались, мы просто не общались. Ну, то есть и был же перед ней общение какое-то? И был же перед ней общение какое-то? Выснение отношений? Нет, даже мы с ней отношений не было. Я просто понял, что эту войну играть бесполезно, наверное, бессмысленно. Кто популярнее, кто-то выиграет. Юрка был первым в этом отношении. Первым исполнителем в Советском Союзе в то время, который начал исполнять такие песни. И уже выше него, уже никто переклюнуть не может. Пусть он самый одаренный, самый обалденный голос. Это все, это уже было. Он первый. И все остальное, только повторение. То есть уходы из группы отслеживали как-то? Движения, подтверждали ли отношения? Ну, я-то не отслеживал. Зачем? У меня своих было делать достаточно. Были концерты так же, продолжались. Иногда разница звонила, Юрка звонила. Ну, так чисто нейтрально разговаривали. Недружеские, но и незлобные. Как вы думаете, почему не стало Лосково-Майя, вот того Лосково-Майя, да? Вот с Юрой, то Лосково-Майя. А, ну, потому что все перечеркнуло именно коммерция. Видимо, так. Сам распад я не застал. Потому что я ушел из коллектива до этого. Со стороны, да, или до этого? Со стороны, как можно наблюдать, когда у них мало было эфиров. Хоть и были, но мало. Слышал я, что они распадаются, разбегаются. Но подробностей я как-то не интересовался подробностями. Ну, а потом мне обсуждали это с Юрой. Ну, мы старались от этой темы уходить. Зачем просто ворошить это? Ну, было дело, было, Господи, прошло все. Конечно, если бы в то время не было принято с их стороны такого решения о том, что ЛОМ должен прекратить существование, то, возможно, бы сейчас все это продолжалось. Но, видимо, провожусь аналогией с одной известной группой, которая в свою пору гремяла очень сильно, а теперь они настолько... Видимо, наверное, хорошо, правильно они сделали, что... В смысле, Юрка и Райдин, и Аркадий, что посоветовавшись речью, закончить деятельность. Звезда должна погаснуть именно во время всплеска. Они в нем гасают так постепенно, постепенно, когда она становится еще заметна, но чуть-чуть, потом ее вообще незаметно. Я по аналогии со звездным левом, допустим. Поэтому я думаю, что это было правильное решение. А вы оставили свою мечту, вот такой вот мальчиковой нотой? Ну, все-таки мечту я ее уплатил. Мне-то достаточно. А после мамы у вас были еще правильные? Конечно, у меня была группа «Термина» для пятого класса с Игорем Завязкиным. Ну, поработав несколько лет, издав несколько альбомов, мы расстались. И все это время со мной работал звукорежиссер, без которого я, конечно, ничего не смог бы один сделать, это Олег Андреев. До сих пор мы с ним работаем, сотрудничаем, потому что он, так сказать, ну, второй мозг в студии. Ну, а Игорь Чернилова для пятого класса, сейчас он женат, имеет двоих детей, живет в Москве. После того, как группа Чернилова распалась, ну, кстати, у каждого участника эта группа сейчас, ну, опять-таки, тоже по ребенку, они уже женаты, составившиеся люди, это группа Чернилова и Небо, они так себя назвали теперь. Ну, в сети они довольно повернули, ну, только в сети, конечно, куда еще денешься сами. Ну, нравится людям. Почему в сети, почему они не выходят на? А в трубе, где их нет? Если их сети знают, значит, на раскидку надо уже не так много, значит, и знают, и купят. Ну, сеть у нас не так сильно распространена, пока в России. Были там разные предложения, и альбомы издавались, издавались альбомы и Чернилова для пятого класса, вот, и издавалось альбом Чернилова и Небо. Ну, это, опять-таки, на уровне небольших тиражей, а всерьез никто, собственно, и не заинтересовался этим делом. Ну, после этого у меня была группа Стекловата, Денис Беликин с Артуром Еремеевым проществовали несколько лет, и сдали опять-таки несколько альбомов. Ну, Денис сейчас тоже живет в Москве, у него тоже дочка родилась. Ну, звонит периодически, вроде не жалуется, вроде нормально. Все на запись переезжает там, где. Так же пройдет пишем. То есть он продолжает творческую? Да, да, да. Все матишки поставили на творческой горошке по шее? Ну, не совсем все, скажем так. Ну, Артур Еремеев из группы Стекловата, он сейчас работает барменом, хотя продолжает заниматься музыкой, как Денис. Денис работает в Москве, ну, как его работу назвать? В общем, поставщиком компьютеров в какой-то фирме. Но это не мешает ему, однако, приезжает сюда записывать песни. Ну, не мат. А после этого, когда группа Стекловата прекратила свое существование, появился проект «Новые формы». Это Влад Иволгин. Мы с ним тоже записали полноценный альбом. Мы издали только в формате MP3 с другими исполнителями, потому как сейчас вот пошла такая тенденция. Больше берут MP-шные, да. Для побольше песен. А позже, теперь вот, сейчас я имею два проекта, кроме инструментальной музыки, которая занималась на протяжении всех этих лет. У меня три альбома. Некоторые были видны небольшим тиражом. Но как-то особо, там, не знаю, в сети Бурдиозову очень хорошие. Но сколько я предлагал в компании мы издательским не формат, не формат, не формат. А чаще у меня вот остались Женя Коннов, это «Радугу ночью» проект. Полноценный альбом уже готов, только ждем издание. Наверное, в Белоруссии будем сдавать все это. И еще два проекта «Ангел и кот». Но это пока только в стадии начала. И сейчас еще основной проект – это «Элис». Вот мальчишка, он 15 лет. Но голос, в общем-то, довольно высокий и хороший голос. Альбом почти что готов. Ну, на данный момент у меня больше пока никого и нет. Тоже очень много, да, перемывал и как-то перетирали эту тему, да, и в знаниях, и слухи, и люди, что попытки создать второго Юру Шепанова. Нет, это я абсолютно понял, когда ушел из коллектива и за ЛЭМ, что нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Ну, можно два раза выйти, как ни странно. Ну, выйти – это выйти, а вот войти – нет. И это не повторится уже, все. Потому что Юрка был первым и единственным.